Всем привет, с вами Next и сегодня я вам как раз таки хотел бы рассказать про два твика, о которых вы меня всегда спрашивали, и об одной программке, которая стоит в App Store, ну, либо 60, либо 90 рублей, а может даже 30, то есть не очень дорого. Ее можно скачать как раз таки через Deusmos, про который вам раньше рассказывал. Значит, заходим, первый твик будет называться Minimal HD, он меняет как раз таки иконки стандартные на iPhone на, ну, на другие рисунки. Значит, можно сказать так, значит, мы заходим в поиск, пишем Minimal HD, вот он, и мы его скачем. Если у вас нет WinterBoard, потому что Minimal HD, он не будет работать без WinterBoard, то вы еще и скачиваете WinterBoard. После того, как вы скачали эти две программки, вы заходите в WinterBoard, нажимаете Select Stamos, и Minimal Original Icon нажимаете вот сюда. После этого нажимаете Resping, вот слева в углу написано, и он вам меняет как раз таки на вот такие вот ярлычки, как у меня, вот они. Фото, календарь, сообщения, погода, вот они все, они изменены. Также он меняет несколько игр, ну, несколько, я не знаю, я пока только эти нашел. Это Gunster Rio, Doodle Jump и Fruit Ninja. Следующие, они не изменились. Следующий твик, который я хотел вам рассказать, называется iCleaner Pro. Он очищает всякие файлы, ненужные в вашем телефоне, всякие кэш-файлы, ну, то есть, всю хрень, короче, очищает. Не бойтесь, вы можете запускать, и вам ничего не будет, программу он не удалит. То есть, все останется на своих местах. Ну, как на, знаете, как на компьютере очистка идет. Вот, iCleaner Pro. Лучше iCleaner Pro. Есть iCleaner, но лучше iCleaner Pro. Он лучше работает. Вот он, как раз-таки iCleaner Pro. И вот вам показывает, типа, настройка, что вам надо очистить. Ну, я все выбираю. Вы нажимаете сначала слева в углу, наверху, анализировать. Вам покажет очень много-много в виде чека всяких программ, которые вам надо удалить. И потом нажимаете очистить, и он очищает. После очистки он попросит вас пересгрузить телефон. И покажет, сколько файлов он удалил, и сколько мегабайт он освободил. Но это я сейчас не буду делать, так как при перезагрузке телефона у меня просто слетит видеозапись. То, что я сейчас снимаю. И вот про ту программу, которую я хотел вам рассказать в App Store. Называется Geekbench. Чем же она хороша? Она рассказывает про модель айфона, про ID-модель, операционную систему, процессоры памяти. И также, если вы нажмете запустить тестирование, он вам покажет вообще, сколько там, ну, силы, не знаю, как это называется, короче, на айфоне у вас есть. Ну, скорее всего, не силы, а вообще, на сколько работает ваш айфон. Вот на айфоне пятом, по-моему, самое нормальное 1660. По-моему. Ну, у меня, по-моему, было 1665-1664. Сейчас посмотрим. Вот, выполняется тестирование. Всё, почти выполнилось. Потом у вас так немножко экран моргнёт. Не моргнёт, а просто тусклым станет. И вот, 1626. А, по-моему, был 1664. Ну, пофиг, короче, посмотрите в интернете, там всё об этом пишется. И вот вам рассказывают вообще оценки потока, память оценку, плавающую точку оценку, целое число оценка, операционную систему и так далее. 1624. По-моему, было 1600... А, наверное, да, не 1664, а 24 так было. Ну, вроде я правильно сказал. Ну, посмотрите, по-моему, 1624, а не 64. Вроде всё так. Всем спасибо за внимание. С вами был Next. Ждите следующего обзора. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пока.